мир всем миром миром мир всем мир всем всем утешитель дух истины и везде есть весь мир наполняешь сокровищница блок и жизни преподатель приняй вселись в нас и очисти нас от всякой скверны и спаси благой души нашим господи просим тебя благослови наше занятие не допусти нам уклониться ни направо ни налево от истинного понимания смысла пребудь с нами всякие споры распри не нужны удали от нас дай нам единомыслия любви друг к другу единодушие просим тебя господи тебе же слава вас лайм отцу и сыну и святому духу ныне и всегда и во веки веков аминь во имя отца и сына и святого духа аминь сегодня 17 января 2020 год первое послание коринфянам первая глава 22 до стрели стихи ибо и иудеи требуют чудес и елены ищут картинки нету ибо и иудеи требуют чудес и елены ищут мудрости а мы проповедуем христа распятого для иудеев соблазн а для еленов безумие толкование павел хочет показать как бог противоположными средствами производил противоположные действия и говорит когда я скажу иудею верь он тотчас потребует для подтверждения проповеди знамений но мы проповедуем христа распятого а это не только не показывает знамений напротив кажется слабостью и однако это самое представляющиеся немощным и противоположным тому чему требует иудеи приводит его к вере и показывает великую силу божию опять элены ищет у нас мудрости но мы им проповедуем крест то есть проповедовать бога распятого казалось бы безумно однако и они этим убеждаются и так не если это доказательство величайшие силы когда они убеждаются противоположным тому чего сами требуют для иудеев говорит распятый служит соблазном ибо они притыкаются о нем говоря как может быть богом тот кто ел и пил с мытарями и с грешниками и распят с разбойниками а эллины и издеваются над этим таинством как над безумием когда слышат что только одной верой а не умозаключениями которым они так привязаны можно понять то что бог был распят и что проповедь о кресте не украшена красноречием вопросы 1 коринфянам 1.24 будет распят 1 коринфянам 1.24 для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость толкование для неверных иудеев говорит Христос служит соблазном а для неверных эллинов кажется безумием потому что те и другие не находят в нем знамений и мудрости которых ищут призванным же иудеем и эллином то есть призванным от бога как достойным Христос являет в себе и то и другое чего они ищут зачем в самом деле ты иудей ищешь знамений вот Христос Божия сила которая творит знамения а ты эллин что говоришь ты ищешь мудрости вот у тебя Христос который есть премудрость отца 1 коринфянам 1.25 потому что немудрое Божие премудрее человеков и немощное Божие сильнее человеков толкование крест называют безумием потому что так о нем думали между тем он мудрее человеков ибо философы занимались пустыми и бесполезными предметами а крест спас мир далее он кажется и немощным как будто немощен распятый Христос но на самом деле он сильнее человеков не только потому что более и более процветает несмотря на усилия бесчисленного множества людей погасить это имя но и потому что этим казалось бы немощным орудием связан сильный дьявол можешь впрочем понимать это и так премудрое в Боге называется немудрым то есть безумным и все мощное немощным подобно как и высочайший свет его называется мраком и тьмой вопрос а где высочайший свет его называется мраком и тьмой что имеется здесь наверное когда коммунисты к власти приходили и говорили что вот это вот попы браком и тьмой в сане есть вместо писания написано Бог пребывает во мгле вот это да и свет во тьме светит то есть это имеется ввиду но здесь то в святом святых там не было освещения в святом святых не было освещения там был мрак стоял но Бог всегда ассоциируется со светом Господь говорит солнце правды я истинный я истинный я истинный я истинный а здесь в книге исход есть прямо как мрак написано бог есть мрак нет сейчас скажу исход 14 20 и вошел в середину и вошел в средину между станом египетским и между станом сынов израилевых и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других и не сблизились одни с другими всю ночь исход 20 21 и стоял весь народ вдали а Моисей вступил во мрак где Бог ну то есть нужно понимать так что не Бог есть мрак а для одних для неверующих он является мраком и немудрым а для других для избранных то есть называется мраком не то что Бог мрак и тьма Бог есть свет и истина а то что люди называют его неверующий то есть он солнце но солнце оно греет и всех но если ты сомкнул очи неверием своему глухотую своей то для тебя это и будет Бог мрак то есть ты оклеветал его Брат Игнать Иванович попросил открыть Исайя 820 Исайя 820 Обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света то есть где нет Бога там нет света там есть мрак и тьма непробудная если еретики то есть извращают слово откровение Божие и слово закона то и там тьма а то что Бог есть тьма нигде этого в писании нет и то что сейчас читали избытие там тоже для одних света для других тьма все тайное делается явным от света то есть дела свет он обличает то есть Сережа Место писания тебе говорит Господь благоволит обитать во мгле во мгле не во тьме никак а во мгле Место писания такое но это не значит что он мгла он обитает он мглу рассеивает а зачем ты этот вопрос вообще поднимаешь его кто поднял кроме тебя то непонятно ничего тебе место писания говорят ты начинаешь свое крутить кто тебе сказал что Бог мгла ты зачем это придумал то сам себе сам себе наворочил теперь на нас все это сваливаешь так ты отвечаю нормально то на вопрос я тебе место писания просто отвечаю я вообще не комментирую открывай его смотри там что там умудряйся я спрашиваю не для того чтобы умудряться спрашиваю для того чтобы кто-то меня умудрил одно место писания сказал я говорю почему Бог хоть тьма называют а вот так писание говорит что Бог есть тьма он во мгле пребывает ну как я должен понимать ступа что ли рухнуло я тебе не говорил что Бог есть тьма совсем что ли уже взорвался ты не хами мне а нормально отвечай и все 1 коринфянам 1.26 послушайте братья кто вы призванные немного из вас мудрых по плоти немного сильных немного благородных толкование рассмотрите говорит и исследуйте призванных к вере и вы найдете что немного из вас мудрых по плоти то есть на простой взгляд приспособительно к настоящей жизни не сказал нет ни одного мудрого но немного потому что были верующие и из мудрых например ариапагит проконсул и другие которых имена теперь неизвестны уверовали также некоторые из сильных и знатных посему обо всех сказал немного и так усмотри силу проповеди как людей необразованных научила она столь мудрым догматом и как внешняя мудрость оказалась бесполезной комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина пастырь внимай глазами и ушами осязательно оцени силу какая заключена в слове божием в святой библии усмотри силу проповеди в проповеди необходимо затрагивать и современные события увязывая их с библией никакие души душа щипательные истории рассказы не дадут того результата который приносит проповедь о христе усмотри силу проповеди вопросы ну то есть да смысл такой что когда человек необразованный малограмотный его называют темным вот эти вот философы которые сами считали себя мудрыми светлыми образованными оказались на поверху то самыми темными потому что они проповедовали не как это слово и они людей светлых призванных считали безумными для них для вот этих людей вот слово божие являлась тьмой ослепляло их первое коринфянам 1 27 но бог избрал немудрая мира чтобы посрамить мудрых и немощная мира избрал бог чтобы посрамить сильное толкование в самом деле для эллинов величайший стыд видеть что площадной ремесленник превосходит их любомудрием и слабый и презираемый унижает сильных и богатых вопросы да вот это вот место сейчас считаю что и вспоминаю Игнатья Тихоновича простой печник вот самообразованием занялся и вот этих мудрецов церковных ну прям когда отвечает по слову божию то есть видно что их вот это вот словоблудие ну просто посрамляется словом божиим первое коринфянам 1 28 и незнатная мира и уничиженная и ничего не значащие избрал бог чтобы упразднить значащие толкование называет незначащими тех которые почитали за ничьи которых почитали за ничто а значащими тех которые казались чем-то и так чтобы этих показать людьми суетными и бесполезными бог избрал тех которых почитали за ничто когда же слышишь избрал то не думая будто он непременно хотел презираемых избрать а знаменитых отвергнуть нет но поскольку знаменитые надмевались своей мудростью и потому не принимали проповеди то бог нашел способнейшими к принятию тех которые ничем не гордились еще один комментарий Игнатия Лапкина на слова феофилакта не принимали проповеди приучив людей к внешней набожности к соблюдению внешних ритуалов соблюдению праздников снабдив целым набором благочестивых святынь священники совершенно не приучили своих прихожан к слову божию к проповеди евангелия и даже к тому чтобы их прихожане ни от кого не принимали проповеди да ну вот тут место описания вспоминается устами своими чтут меня сердце же далеко отстоит от меня то есть внешне все красиво все прекрасно а внутрь загляни Господь говорит гробы окрашены сверху он материалом обтянутый красивый а внутрь гробота кости смердящие также эти мудрецы они внешне казались сами себе казались такими мудрыми что-то знающими а бога то не знали а простые рыбари такие проповеди говорили от которых мудрецы же те же и каялись первое коринфянам 1 29 для того чтобы никакая плоть не хвалилась пред богом толкование для того говорит бог поступил так чтобы не изложить гордость и хвастовство тех которые помышляли о мирском и убедить их чтобы они все полученные чтобы они все получено от него ему приписывали и не тщеславились преды ним как же вы коринфяне гордитесь этим заметь между прочим мы небезрассудно сказали что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость еще один комментарий Игнатия Латкина какие страшные огненные слова произнес блаженный феофилакт и мы их применяем к этому изданию его труда в отношении тех кто не хочет слушать ни слова божия ни толкования святых отцов цитата мы небезрассудно сказали что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость вопросы пожалуйста Игнатий Тихонович я прямо в храме задавал почему написано что Иисус пришел к своим и второй вопрос и почему свои его не приняли вот как раз по теме сейчас пожалуйста пусть поразмышляют кто хочет ответить разрешим разрешаю в контексте сказанном да с тем что прочитали да как раз к этому относятся пришел к своим значит доказать как узнать что свои и свои не приняли почему же они его не приняли когда столетия ждали ежегодно исправляли Пасху обещанный мессия у них вся надежда была не все или время восстанавливать царство Израиля они плененые колония теперь свобода пришла а мы то думали то есть они думали они правильное освобождение но почему же его не приняли то кажется вопрос то простой да простой но я не буду пока отвечать даю возможность мудрец сам высказаться в одном стихом говорилось что из зависти его не приняли да распяли из зависти там перепела даже это понимал вот а то что не приняли слово божие из-за чего тоже из-за того что завидовали то тоже так считаешь и не поверили что он сын божий ты кто такое говорили еще как сказали ты сын князь кого там за сатану за сатану еще приняли ну а просто не за кого приняли Христа а почему пришел к своим и свои не приняли причина какая что им помешало принять его ведь они же ждали они до сих пор ждут мессию какая причина у иудеев была слушай вопрос внимательно почему не приняли потому что завидовали у тебя потому что они его сатаной называли но это уже другой ответ не на этот вопрос они считали его обманщиком да ну раз не верили ему если сатаной сатана противник то есть и ихнее понимание о мессии не сходилось с тем пониманием которое бог ожидал от этих своих апостолы же приняли его простые а остальные иудеи не приняли что им помешало в контексте о чем мы сейчас читали впереди иудеи и эллины требовали чудес одни знамений одни искали мудрости ну давайте поактивнее не стесняйтесь потому что вы ожидали величественного и мудрого а тут и явился простой рыбак и вот доверие не внушалось а почему не внушал а почему же ожидали такого вот потому что они привыкли к этому чтобы чтобы только там князя да господа были мудрым ну привыкли то они же были в рабстве вспоминая тогда у у египтян и хотели гордость у них была такая гордость у них была такая что они ждали такого царя который сделать пластелином мира чтобы а был а господь пришел с другим именно гордость им не дала принять плотское было понимание царства царя да как уховное царство как еще эта гордость называется гордость житейская наверное да если можно так выразиться плотская то есть хотели быть властителями мира да Игнатихович время идет я просто подскажу маленько не посчитайте что тут великое но в этом глубинный смысл раньше фотографий не было паспортов не было а было описание как выглядит человек вот считаем когда мы про Димитрия как обнаружили это у Пушкина описывает там лже Димитрий вот такой то такой то одно ухо у него разрезано а сзади он если шапку снимет то у него видно там шея порезана была и они все это смотрели по признакам они узнавали так вот учителя они учили день и ночь как будет выглядеть который Мессия придет и они его представляли таким что ни одного качества в нем этого не было они говорили а как же как же говорят священники что прежде или и надлежит прийти то есть они ссылались на то как их учили почему православные не знают путь спасения а потому что их так научили поэтому они мертвые кости берут вот там обмывают на кладбище живут считают житие святых они под землю зарывались на столпы залазили дурили как охлобыстин Иван вот Федора этого конюхова поставили по морю плавать зачем им быть священником уже насмешка одна то есть истинный образ священника не знают и поэтому лезут а их всех рукополагают вот тогда была та же самая история я это задавал студентам этим семинаристам они не могут ответить вам показали назвали путь спасения ложный и вы так учите людей и поэтому личной встречи со Христом нету поэтому люди затошли не случайно от церкви стектанты знают это лично мой спаситель лично златоуст говорит усваивай себе он умер за весь мир а ты скажи умер за меня это златоуст баптист самый настоящий и вот они его показали не таким а писание разве было что-то о нем сказано взял немощи наши ни от нем вида ни величия все это было предсказано притом этих пророчеств насчитывает не сотню а около трехсот мелкие такие пророчества были они ничего этого не видели не знали они все держали с того учения какое им преподавали в храмах как сегодня и сегодня явись христос вот осипов говорит и притом правильно в этом моменте в данном говорит что если суть ждена прийти антихристу то его первые примут православные только он дальше не говорит что ты их так научил надо канонизировать надо царя батюшку вот придет царь он будет с такой украина белоруссия объединятся все будут страшиться и это не кто-то святогорец там показывает и стамбул вернут но сами греки воевать не будут а русские будут там воевать голову складут и подарят этот подарок грекам и они живут этим полторы тысячи лет вот какого царя ждут а он такой явится антихрист в машинах в этом очень много мы даже абсолютно точно показать о том что такое православие никогда не бояться сказать я знаю близко адвентинство седьмого дня прекрасные люди как они ревностно закон соблюдает вы православных не найдете ну допустим в армию взяли воскресный день выводят на работу чтобы не пошел это ну просто чудо какое-то да он и идет батюшка рассказывает в москве было он адвентин седьмого дня его главное так это его сажают на пять дней или на шесть а выпускают в пятницу чтобы в субботу его на работу он говорит вы мне в субботу то оставьте я остальное буду в воскресенье две смены дам ну нормально это сейчас главное что он работает нет его сломить надо а сломить не могут и он всю службу ногу в твахте просидел а дальше еще его держать уже нельзя домой пошел он ничего не нарушал и вот здесь они показали таким его каким христос не был ни одно качество не сошлось вот как и вот почему свои но свои тут понятно вот выходят тут говорят как иудеи сейчас мессианские готовят он выходит и говорит вот я перед вами евреи у меня какое-то преимущество перед вами есть или нет насидят то русские люди в зале то молчат люди думают как так евреи да есть говорит павел во всем преимущество а наипаче в том что вверено слово божие вы любите библию любите кто ее сохранил он дальше не говорит что о них сказано было ваш отец дьявол а вот скрывает это да но это не те люди они о них павел сказал было бы правильно надо не правотеварящее искать а сгладить их сгладить одним истином тут правильно сказали где нет света там есть тьма а бог обитает во мраке ни при чем здесь хотя ссылаются на это во святая святых и он бог ощутимый как бы тьму которую можно осязать тьму осязать можно было и поэтому огненный столб стоял и в то же время во мрак и во мрак он вошел а во мраке и господь во мраке он не мрак действительно никто и не говорил это и вот надо понимать как это могло быть так ночью столб а днем мрак и они не могли перешагнуть вот фильм показывает как молнии бьют перед теми когда фараон шел а молнии прям градом в землю кони пятые пятятся и прочее мы должны понять Иисус это агнес безгласный введенный на заклание они ждали что он на белом коне веет а он на осле а осел это мирное животное вот как а что они тогда Исаия 53 главу разве не читали читали же как они говорят сегодня не будем об этом говорить но главное они не приняли его не тогда когда распяли то 53 глава то еще и не говорила об этом они не приняли его сразу когда он вышел сразу он говорит время благоприятное они поняли так что он будет выполнять прихоть и он обличил их при возношении вот как искупление там Захарий один аж мы избранный народ он говорит избранный но грешим мы или нет избранный то избранный и вот здесь то есть когда господь говорил лето богоприятное 3 часть 3 глава луки как они все и они подтвердили и благодать сошла подтвердили а он говорит были прокаженные много да много ну а почему исцелился только не иман сириянин сирии почему не исцелился кто-нибудь в Израиле то а почему а дальше вдову Сарепскую нашел через всю страну прошел почему ни одной вдовы не остановился у еврейки а жил то у иностранки Ксения своя она переводится иностранка и вот тут они говорят сразу его схватили Христа и решили свергнуть с горы на которой город установлен вот как он показывал что они не знают писания и в сравнении с язычниками как мы православные в сравнении с сектантами мы выглядим плачевно они любят Библию вот у нас тут к адвентистам седьмого дня ходили ну у нас тут любовь Николая там она у них была и крещение на принимала и вот он который у них руководитель и говорит и так Даниила пятая глава и бабки сидят только страницы шелестят все с Библии у нас ни одной нету нас сравнивать ни с чем и они сами смотрят он толкует как хочет Но он сотрается одно место над другим перекрыть. Он неправильно толкует, но он толкует. И это не просто. Это им дается... И вот бабки там ходят на фитнес. Сейчас пишут, 83 года замуж ее посва. Сосватал, ему 85 лет вышла замуж. Вот в Америке они самые долгожители. Они все время спортом занимаются. Соблюдают чисто-нечистая пища и прочее. А Иисус такой будет или нет? Это он нарушает. А они не поняли это. Он не чтит закон. Они не понимали, что уговорили. Он глава закона. Он. Он создатель субботы. Не от Бога. Субботу нарушает. И вот мы должны показать, какой должен быть православный. Строго соблюдать каноны церковные. И поэтому называть себя церковным, пастырем по-настоящему-то, он не имеет права, тот, кто топчет законы эти, каноны. Так, отошел. 1 Коринфянам 1.30 От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Толкование. Слово от Него, разумея, о привидении не в бытие вообще, но в лучшее бытие. Смысл слов такой. Вы сделали с чадами Бога, и от Него, сделавшись Его сынами во Христе, то есть через Христа. Словами же незнатное избрал показывать, что они благороднее всех, потому что имеют Отцом Своим Бога. Он сделал нас мудрыми и праведными, и святыми, и свободными, ибо это значив искупление, то есть освобождение от плена. Далее. Как избравший неблагородных, Он сделал их благородными, потому что усыновил их Богу, так и необразованных сделал мудрыми, сам сделавшись для нас премудростью. Для чего же Он не сказал, умудрил нас, но сделался для нас премудростью, для того, чтобы выразить изобилие дара. Он, как бы так сказал, предал нам самого себя, употребив высокие выражения о сыне, прибавляет. От Бога, чтобы ты не почел его сына нерожденным, но обратился к причине его, к Отцу. И заметь порядок. Во-первых, Он сделал их мудрыми, освободив от заблуждения и научив Бога познанию, потом праведными, даровав им отпущение греху, затем осветил Духом Святым и таким образом даровал нам совершенную свободу и искупление от всех зол, так что мы принадлежим только Ему одному и находимся в Его власти. Вопросы? Здесь как раз о трех благодатях говорится. Призывающие, обращающие, освящающие. То есть Он этих своих учеников призвал, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. То есть осветил. То есть они покаялись, видимо, от света этого и обратились к свету. Нет, нет благодать обращающиеся. Наоборот, немножко призвал, обратил, а потом осветил. Ну, условие осветил есть два значения. То есть осветил не в том, что в смысле благодать освящающая, которая последняя, а в том, что осветил, то есть показал тьму греховную. То есть человек пока не увидит, что он во грехах, во тьме находится. Он и к свету-то не пойдет. А это вот как раз ее благодать обращающая, то есть в этом смысле. А вот то, что касается последней благодати освящающей, в чем она выражается? Можешь, брат, рассказать? Это таинство, да, имеется в виду? Это дух святой, да, нисходит когда? Это уже после дня пятидесятницы человек становится членом церкви и уже спасается благодаря водительству духом святым, то есть освящается, да, получается? Первые два, первые два, вот эти две благодати, они, сила Божия действует для того, чтобы человек покаял, обратился, покаялся. А третье, чтобы он стал самим Богом, членом тела Христова. Без тайны это невозможно просто. И поэтому сектанты, есть сектанты, что они не приняли самое главное. Они не приняли тайну. Ну, как бы для нас теперь самое главное, чтобы они кто-то обратился уже, а то тайну-то приняли, а они обратились. Поэтому Господь сказал, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца, Сына и Святаго Духа. А в чем эта тайна заключается, которую мы, православные, приняли, а сектанты не приняли? В чем принципиальное отличие? Какую вот эту освящающую благодать они не приняли? Они не приняли священство. Они священство от Бога не приняли, от апостолов. Рукоположение вот это, они не осознали важность всего этого. Господь передает все людям, но оставляет за собой право избирать тех, кто будет пастырями. Вот так. Ну и написано, и церковь, одних избрал, одних избрал учителя, этими пророками, с апостолами, потом отцами и так далее, там дальше учителями. То есть это вот как раз говорится об этой иерархии. И дальше как говорится, где двое или твое собраны во имя мое, собраны, кем собраны? Духом Святым собраны. А это без рукоположения особого человека невозможно, то есть без таинства вот этого. Ну и апостол Павел говорит об этом Тимофее, и к Титу обращается, как раз об этом таинстве он говорит. А они это не принимают. Не принимают, не смотрят на это и все. Им кажется, да, просто там ручками поводил и все. И у них это сплошь и рядом, они там руки возлагают и друг на друга, и группами, а ничего нету, потому что они не приняли преемства от апостолов, от самого Христа. И, следовательно, все грехи остаются на них, так как у них нету таинства крещения, потому что нет священства. Следовательно, искупление они не приняли, они в него уверовали, а не получили все грехи на них. Вот они только захотели спастись, у них есть горячее желание, а истинного спасительного пути нету. Понятно. Не верят, что Дух Святой через возложение рук, то есть Господь избрал учеников, те избрали 70 апостолов и вот эта преемственность, они в это не верят, они еще называют, а мы от Павла, Павла же никто не избирал на него сам Господь, то есть это и есть гордость, что нас Господь сам лично избрал, никакие люди нам не указали. А Господь-то как раз человеков оставил и в таинстве у православных, и исповеди, то есть священник должен быть свидетелем. То есть ты можешь перед Богом покаяться, дома перед иконой поплакал ты, да, это легко и просто осознание своих греков. А вот при свидетеле, при человеке на таинстве, чего у них нет, это гораздо сложнее. И Господь так сделал, чтобы стыдом попалять грехи, я сегодня с Златоуста на эту тему как раз слушал. То есть стыдно тебе, тебе стыдно перед иконой, это одно, а когда вот перед человеком, вот это вот таинство, исповеди, у них этого нету, к сожалению. И Господь именно так сделал премудро. Еще о суде говорится, Бога не боятся и людей не стыдятся. Бывает, что человек Бога боится, а людей не стыдится. И вот у них и нет вот этого. И они сами себя обокрали, и потом, ну и гордость, видимо, тоже у них такая, а зачем нам кто-то посредник, кто вы такие посредники, мы сами, с усами. Брат, можно добавить? Да, да. Это вот когда мы протестантам доказываем, что надо именно рукоположное священство, и оно должно быть непрерывное. Есть вот в Ветхом Завете, было тоже у них запись родословной. То есть, если кто-то не был там записан, тех исключали, если не было подтверждения, что он священник. Это у Ездры, вторая глава, 62 стих. Об этом говорится. Первая Ездры, вторая глава, 62 стих. И не имя там тоже. Говорится. Искали, не нашли. Первая Ездры. Вот она здесь, после паралипоминон. Два, 62? Да, вторая глава, 62 стих. Они искали свои записи родословные, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И у нас точно так же это подается, то есть записывается, кто кем рукоположен был. Вот это и есть у нас доказательство. То есть, с первых веков. Но они-то верят, что благодать сама по себе, без вот этого... Ну, то есть, они этому месту не верят просто. Они его не знают. Это надо приводить сюда. Пример. То есть, научены неправильно. Вот о чем Игнатий Тихонович говорит, что почему он пришел к своим, и свои не приняли, потому что их уже научили неправильно. И сегодня... Почему Игнатия Тихоновича клеймят сектантом и всяким там раскольником? А потому что научены неправильно. Научены вот эти вот гробокопания, вот этому, вот этому мертвому церковно-славянскому языку хватаются за него. И такими мудрыми-мудрыми словами все это... И Игнатия Тихоновича обвиняют в том, в чем сами виноваты, в гордости. Ты сам, ты сам. Кто-то такой, там, печник какой-то. и книжники, и фарисеи, так же Христа говорили, какую власть ты это делаешь? Кто тебе дал такую власть? Сын плотников пришел тут нас учить. Смысл-то такой, это вот из-за гордости у сектантов это то же самое, и у книжников, во всех, то есть у их гордости. Высокоумие еще это помню. Не хотят учиться, а учить хотят. Вот. А у нас не так должно. Обучая других, я учусь сам. Как ты уча другого, не учишься сам? Он сразу, когда делаем кому-нибудь замечание и сразу к себе, а ты из своего глаза вынули бревно, и все уже. Сам-то и начинается работа самоукорения и вместо самого схваления. Идешь на исповедь, каешься, плачешь, справляешься. Первая Коринфянам, 1.31. Чтобы было, как написано, «Хвалящийся, хвались и Господом». Иеремия 9.24. «Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я, Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». «Все это, говорит, сделано для того, чтобы никто не почитал себя чем-нибудь и не хвалился ни самим собой, ни другим кем, но только Богом, который даровал нам столь великие блага. Как же вы гордитесь и сами собой, и учителями, и людьми». То есть вспоминайте, с чего мы начинали прошлое занятие. «Я Павлов, я Аполосов, я Кифин». То есть они гордились людьми, а не Богом. И апостол Павел говорит, «Да разве Павел за вас распялся?» То есть Богу не угодно, чтобы мы гордились либо сами собой, и учителями тоже. А сектанты тоже нас упрекают, что вот что учителя у вас, что нам этого златоуста, кто он такой, а сами учат сплошь и рядом. То есть это вот гордость наших учителей отвергают златоуста, но в последнее время часто встречают, что они приводят все-таки. Видимо, Дух Святой касается, Дух дышит, где хочет, что... Ну как можно златоуста, эту премудрость отвергать по гордости только? Примечание. Первое. В другом списке находится такое предисловие к настоящему посланию. Каринф есть город Греции, сделавшийся тогда богатством, мудростью и многими другими преимуществами. Славившийся. Так, простите, да. Каринф есть город Греции, славившийся тогда богатством, мудростью и многими другими преимуществами. В нем много пострадал Павел. Здесь явился Павел Христос и сказал, не бойся, но говори, потому что у меня много людей в этом городе. Деяние 18, 9, Дьявол, видя, что столь великий и многолюдный город принял истину, разделил жителей его. Между ними одни самовольно сделались учителями народа, который приставал только одним, как мудрым и могущим научить чему-то большим, нежели Павел, то к другим, как богатым и могущим оказать большую помощь или большую помощь. И таким образом, соперничая между собой в славолюбии, они, вот эти вот самозванцы, заправляли церковью, подчеркнуто, выделено и жирным подчеркнуто, что, в принципе, и у нас сегодня происходит. Пираты захватили корабль, вот, первое зло. Сели на Моисея вам всегда вспоминайте это место в Писании, не Господь, а сами самозванцы, что сектанты, что церковники, то есть, хоть они, но церковники, а у них преемство есть рукоположенное, то есть, ну, как же, Гдай Тихонич, как же, вот вы руки в алтаре поднимаете, как же вам Дух Святой не подскажет, что вы зло творите-то, учите народ и туда ведете. Непонятно вот этого, да. Другое. Некто, живший со своей мачехой, не только не был укоряем другими, но еще управлял народом и надмивался внешнюю мудростью. Кроме того, иные, ссорясь между собой об имуществе, судились у судей, не принадлежащих церкви. Далее, иные ели в церквах отдельно друг от друга и не уделяли нуждающимся. Иные, превозносясь дарованиями, соперничали между собой. Относительно учения о воскресении колебались. Многие отращивали волосы и ходили как цинические философы. Притом, коринфяне прислали Павлу через Стефана, Фортуната и Ахаика послание, в котором писали о браке и детстве, а о прочем умалчивали. В это время и пишет Павел не о том только, о чем ему писали, но и о том, о чем не писали ему тщательно разузнав обо всем. Поскольку же, что важнее всего, в церкви были разделения, а это происходило от высокоумия, то он прежде всего старается истребить высокоумие. Зараженные высокоумием думали, что они учат чему-то высшему, поэтому Павел и начинает так. Во второй главе мы сейчас будем учить. И вот сейчас читаешь Первая Апостольская Церковь, которая Игнать Тихонич призывает всех, давайте обратимся, как было в Первой Апостольской Церкви. А как было-то? Сейчас считаем, что тоже все у них вот это вот... Но это не значит, что нам теперь не нужно обращаться. То есть мы-то знаем, что у них было и что они делали с этим. Что не нужно с этим мириться. Нужно исправлять грехи. Они так глаза закрыли и чаще исповедуйтесь, чаще прочищайтесь. Экономия. Не было у них никаких экономий. Вот этого, о каком мы говорили, который с мачехой предали сатанево измождение плоди. Что, нормально, что ли? Никакой экономии не говорилось. Вопросы по-прочительному? Самое главное, не говорится здесь еще, для нас сегодняшних, у них была община, а у нас просто нету общин. Настоящих общин нету, кроме как старобрядцев, если взять. там действительно люди приходят на одном месте в священник, знакомый епископ давно, люди друг друга знают, помогают и так далее. Такого-то нету, а здесь именно община. Апостол Павел и пишет к этой церкви, как к общине он пишет, может там несколько было общин, но люди знали друг друга, вот в чем дело. А у нас и нет кому обратиться сейчас, нет общины. Да. простите, и нафа пришла с учебы, так тут с ума сходят. Он занят, занят сейчас, занят. Так. Еще хотел продолгать, а что такое вот община? Почему такое отношение именно к общине? Ну почему там просто не сход народа? А потому что община это должно быть единомыслие, единодушие. То есть все сидят вместе, вот он пастырь и так далее. Начинают обсуждение вот это послание, письма. Никто никуда не бежит, все раздеты, сидят по местам, ну не по своим, ну короче говоря, обсуждают это. А не так, что в церкви стоят, только что помолились в том месте, где святой храм. А теперь начинается там базар-вокзал, это уже нельзя было такого устраивать. А у нас и мест нету, где можно провести такие собрания. в церквях они вообще не предусмотрены. Зашел, помолился, иди теперь отсюда, все. Как важно быть именно семьей, которая объединена вокруг Христа таинствами и словом его святым, спасительным. Какие мы в этом плане счастливы и как нужно это ценить. Но Господь даже сделал так, что гости, которые сегодня с нами присутствуют, может быть у них и нету общины на местах, но с помощью интернета у них сейчас создаются даже интернет общины. То есть Дух Святой объединяет. Не место красит человека, а человек место. И мы имеем уникальную возможность общаться. какие-то молитвенные просьбы. И мы живем друг с другом. В этом и проявляется любовь. Тут же какая-то беда у сестры случилась, тут же сообщила, помолились, все, Господь действует благодатью своей. Вот она проявление любви как раз через общение. И всякий раз Игнать Тихонич приводит первое Иоанна условия, при котором нас кровь Иисуса Христа очищает. Ходим во свете подобно как он во свете. У нас и сайт называется во свете Библии. Мы с него питаемся. Через Слово Божие, когда смотришь на свою жизнь, тогда кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И имеем общение друг с другом. То есть общение это жертва благоугодная Богу. выявляются. То есть не общался бы апостол Павел с этими схлоинами. Не сказал бы ему никто ничего об этом безобразии, об этом разделении. Ничего бы и не было. Также и про этого блудника, который с мачехой жил. Было общение. И к этому нужно стремиться, создавать эти общины. Да. Итак, час у нас прошел. Давайте задавайте Игнати Тихоновичу вопросы. Кого есть, конечно. Володя вместо него сегодня, да? Замечательно. Да. Ты же прочитал это все, да? Я немножко заклекся. Да, главу я дочитал, да. Просто здесь именно внимание обратили, что многие отращивали волосы и ходили как циничные философы. Цинические. То есть опять же тут толковать и как раз говорит о том, что мужчина должен быть короткие волосы. Просто не длинные. Но тут волосы признак цинизма, а не мужественности. Вот. А почему сегодня священники отращивают? Можно это вот и хотят мудрецами казаться. Казаться. Нужно не казаться, а быть. Вот. и когда ты пасту ведешь в своем свете библии, то тебе длинные волосы не нужны. длинные волосы это почему вот так Господь он и мужчине сказал женщина волосы имеют место покрывало, что это знак власти над ней. Ты еще сверху женщина покрывает его платком, что ты принимаешь эту власть. Не только на словах, но и на деле. И должна женщина, жена, мужу покоряться, как церковь Христу. Ради Христа должна покориться. А мужчина должен ради Христа не быть подкаблучником, а должен управлять своей семьей, домашними своими, печься о них. Внешне это выражалось в волосах, это разделение. Иерархия должна быть в семье и в церкви. А они, вот эти мудрецы, отрастили волосы внешней мудростью, надмивались. Ну, а любви не было где надмения. Конечно, они господи поздравляют. Сережа, я думаю, тут немножко не в красоте дело-то, что они волосы растили. Они пытались этим показать, что философия для них важнее, чем внешние украшения. Вот и все. Не заботились о себе. Пренебрегали этим. Может и так. Может и так. Отец Иерархим тоже пренебрегает получается. Цинический философ. Меня забатчик это не замечал, чтобы он философию увлекался просто как-то что-то вот. Не знаю, среди священников многие косички отращивают. Для чего он? Это непонятно. У нас носит по плечи. Он ниже не допускает себе. А если хотите настоящих посмотреть косовертов, у них до пояса есть косы. косовертов, ну вот наш батюшка так у него до пояса. До пояса коса батюшки вашего. Ужас. Да, да. Вот где мужественность. У Самсона мудрость и сила была в волосах. Может они Самсону хотят подражать попростимых за это. Хотят как лучше. Думают, что мудрость в волосах они в слое божьем. Перегиб такой. Надо указать им. Они боятся, что если косово отрежут, то и мудрость их не пропадет. Ну и даже внешнее язычество получается. Мудрость в слое божьем. не в косении у волосах. Хотя в то время у Самсона вот так верево. Пожалуйста, вопросы. У Самсона обед назарейства был никак. Да, зарее же у них там это трагично считалось волосы. но и у философов тоже волосы. на заре с философом то тут ли может быть люди-то. Тот с волосами, этот с волосами, кого служит-то. но апостола Павла смотри на иконе, он вот как Игнать Тихонич такая же прическа. Написано же конкретно один из тегла первой користры, мы будем еще читать, что честь для мужчины стричь волосы свои и все. О чем разговор это разговаривает? Не, ну а почему тогда в то время или в то время там женщины ничего не покрывались, покрывались, мы смотрим, но почему на заре именно растили волосы, не совсем понятно. это тоже закон Божий назарейский и все. То есть это исключение было и все. Аминь. Бог постановил там, что обед они дают такие, это только на определенный срок, вот насколько он даст обед, не дотрагиваться до трупов, нельзя пить вино и трогать волосы и там еще нишка. нету вопросов. Игнать Ихнич, какие-то объявления может быть там новости из интернета. Давайте делитесь. Ну вот вы знаете все наверное что в отставку полный совет министров, всех министров, ну не считая там военного отставил Путин, принял решение, чтобы конституцию никакие государства не могли нарушать. А сейчас любой общество говорит и ни во что не признают. у него сейчас там набирается команда чтобы молить и помнили чтобы Господь их умудрил. Потому что это будет прямо касаться нас. Весь Медведевым ушел полностью. Сейчас другого там избирали Мишустина его уже там РДПР поделал. Игнатий Тихонович ушли или их отправили? Отправил. Ну перед ними Медведев выступил и сказал что так это надо. Ну ему уже место там дали заместителям какого министерства или где-то фракции какой. Ну главное что конституцию меняют не очень сильно. Надо молиться. Мы сами там не можем быть. Предложение это сделали уже чтобы богатым не как у нас там 13% налог везде. 13% А возьмем вот допустим Норвегии где там кажется 80% с богатых а у бедного ничего нет так ему и поднять можно. А его сказали он говорит нет уже я уже просчитал богатых трогать не будут. этот Мишусье новый новый премьер-министр камеру поднимите сигнал тихонеч не видно А мне почему-то показалось что для чего это делается сказано что Москва Третья Рим и должна быть империя а империя никому не подчиняется и вот он прямо и заявляет что на территории России нам никакие всемирные законы которые противоречат российской конституции мы принимать не будем все страны многие страны это написали то есть он как бы против мирового владычества а на самом деле это все это какое-то закулисное молиться конечно будем да правильно он делает так что отделяется чтобы голубизна не пришла бы к нам Сергей можно да секундочку Игнать Тихонович это Романов роликов а вы унили что я это я за то чтобы снимали постоянно на видео все и на аудио я не понял что нужно то я за то чтобы снимали просто я понял что вы как будто поняли что я против будто бы чтобы молить вы молитесь открыто вас видят а надо тайно закрыться Христос говорил и поэтому я объясняю что открыто молятся во всех религиях иначе и стена плаща не нужна и молитвы нет и на берегу Павел преклонил колено его видели речь идет о том что они ждали похвалу а у нас какая похвала кирпичом к тебе заедут нет Рома ты вне подозрений я уже написал все разобрались не переживай нет Игнат Тихоновича спрашиваю Игнат Тихонович понял что я не против записи я наоборот за запись чтобы все было гласно чтобы все было записываемо вот ну это Лев Толстой так понимал что общественное моление запрещено Христом но этого же нигде нету это во всех религиях открыто молятся потому что есть молитвенные дома храмы мечети костелы Игнат Тихонович вы мне поняли мой вопрос я понял ну а что вы не отвечаете а что я должен отвечать но вы поняли что я за то чтобы было все записываемо ну я что я должен сейчас сказать Роман Николаевич Проликов не против он за то чтобы записывали ну почему я да ты хочешь чтобы мой голос прозвучал в твоей защите я каждого спрашиваю вы не против один говорит да я не хотел бы сразу нажимаю и до свидания больше я его не принимаю чего скрывать когда перед Богом живем то не надо город на вершине горы не может скрыться и свящу ставить не под кроватью а на вершине мне нравится 2.18 Якова покажи веру твою без дел твоих я знаю что там еще нету а я покажу и дел моих значит чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного ты не ожидай награды не ради награды я делаю ради моего Христа он повелел и весь сказ а вот вы сказали вы то другое а почему они злятся потому что у них ничего нету вот придумали слово проблема проблема я говорю и что это означает нерешенный вопрос уберите это слово и вы увидите что вы голый король вот деревень 31 тысяча деревень исчезли ну а что сделаешь мы взяли земли строим деревню вот дети беспризорно 3 миллиона а что сделал ничего решаем вопрос образую лагерь и 48 лет фактически веду без помощи государства заключенных много заключенных много там преступников я иду работаю в тюрьму 18 лет бесплатно все меняется народ невежественный иду преподаю в 5 университетах 13 школ все воинские части отделы милиции и 3 радиопрограммы еженедельные и телевидение и температура пошла вниз по другому значит начальник милиции мне и то говорит моя милиция стала себя тише вести просто надо работать а у меня ни таланта никакого такого нет нет образования гуманитарного духовного я просто живу живу и делаю то что мне нравится и нравится то что Богу нравится другой говорит я бы сделал не так поприще большое возьми деревню образуй общину мы долго думали что делать отец Геннадий фас был батюшка заходили в храм торговля туда и сюда идут люди что сделать чтобы этого не было ничего нельзя сделать они захватили власть мы тогда образуем общину в это время начали открывать все прихода русской православной зарубежной церкви нас упрекали тогда эти зарубежники вот вы там с патриархией знаете а мы твердые все метнулись сюда мы две общины на всю страну остались которые не шевельнулись никуда вот и все и у нас приезжает архиерей хорошее прекрасное отношение вот сейчас батюшка если приедет поговорим на 2 февраля чтобы у нас был тут митрополит наш алтайский от московского патриархата Сергий Иванников любой вопрос его надо решать никаких словопроблем нету нету оно не нужно вот начинает а знаете вот проблема в стране евреи все захватили евреи кто там ну я знаю ну еще дальше то еще нет вот у меня в доме евреи делается православным батюшкой и что ну вы пусть через каждого хотя бы священника через каждого архиерея один еврей сделался священником и уже другая температура вот мусульмане захватили все у нас приезжают мусульмане принимают крещение и что надо работать доверяя Богу а Бог сделает как ему нужно вот я возьми меня вот я и дети мои создай общину разговор-то идет а общину-то ни одно не создать кто я знаю тут особенно трудятся ну создайте параллельное ни в Барнауле нигде общину не создать у меня враги как-то собрались но меня там промывают а один и говорит а как община тогда они сразу говорят общину нам никому не создать ну дескать вот что Игнати делает это такое там интернет но и в интернете что я делаю это вам не сделать у меня сейчас у меня сейчас 19800 роликов на все темы и мне Бог дал 13 помощников да каких еще почему а за прошлые годы а на вас авторитет работает я говорю а я на авторитет больше полвека работал почему не учитываете вам прислушиваются да не всегда прислушиваются ну иногда и послушают я бы сейчас вызвали в Москву ну собираются там конституции и позвал бы меня в президент пошли бы или нет пошел бы пошел я бы не мельтешился но где надо подсказал каждый который начинает обсуждать параграф готовый я бы их не не представлял а я подсказал бы изъяны какой стороны что и все время молился бы как гил я собирался а вы пиаритесь но только делов он не понимает они не дали бы вам говорить а я и не говорил бы мы должны быть кроткие смирены придите ко мне научитесь от меня иго я иго мое благо бремя легкое я кроток смирен сердцем я бы только молился везде только молился я бы с собой взял только вот одно оружие свое больше ничего и что повлиял на них бог знает мне на сердце положено быть там тот участок который бомбили русские патриоты там в Сирии ИГИЛ где погибали молодые ребята я бы был среди них и согласен умереть мне пришла благодарность от Министерства иностранных дел за намерение помочь но не помогли перейти границу вот как я понимаю все ну я не сижу на месте я с детства любил птиц орнитологией занимался я не знаю кто имел бы столько знакомых птиц сколько их где гнезда где выводятся я все знал может быть не десятки а больше все время наблюдал и наблюдал ружья у меня полно было но не стрелял и вот сейчас допустим если бы коснулось посмотрели что я в нем делаю отдельный стол на улице стоит и в него выдвижные ящики как из комода я кормлю около 100 голубей примерно 30 или 40 синиц жуланы примерно 45 голубей диких не считая своих и каждый день 2-3 раза корм насыпаю так много много благодаря Игорю у меня отходы есть я за ними наблюдаю такой опыт еще больше смотри как они зависят от человека насколько они дружны я могу написать целые трактаты про этих птиц с которыми вожусь отдыхаю я на луне природы это тоже опыт еще наверное уже все ты не переживай нет еще 10 минут я ничего не имею к тебе я молюсь за тебя а тебе каждый день Игнатий Игнатий мир вам мир вам слава Иисусу Иисусу у меня вопрос насчет нововведения в законе касается первенцев по закону сейчас за первенцы дают большую сумму 460 тысяч по-моему не помню если вот этот вопрос посмотреть во свете Библии не будет ли это шагом отступничества от Бога никак это твой труд женщина рождая как мать говорила две недели по краю могилы ходит страна исчезает 120 миллионов абортов за перестройку а за всю мировую войну вторую мировую войну 55 миллионов во всем мире во всем мире за 5 лет войны половину не погибло сколько погибло за перестройку в одной стране убитым младенцем вот и весь ответ а там признак сребролюбия не будет потому что многие же решатся на рождение детей рождать детей чтобы получить деньги а это же ну и что везде платили всегда раньше при советской власти платили у меня у мамы 12 детей было 10 живых деньги платили она была со звездой мать героини платят это твой труд государство установило три года раньше было отдыхать а при советской власти на другой день уже на работу выходи день-два может быть ну часто легче пошло слава Христу поняла да свои деньги законные потратить на ребенка сидеть заниматься по ему песни богослужебные ну что-то у вас вроде бы были люди все ушли можно роман а у меня радость такая ну пока еще не полная но радость течение которого я обличил несколько раз наедине никак не слушал потом я его там уже прелюдиях обличил ну что торговля в храме конечно ну и то что учат не по евангелию вот и что людей не учит и евангелие не учит вот а значит и он на меня обиделся а я ему буквально вот вчера встретил его говорю вот если я вам скажу что вы вот вот такой-то грех делаете но я при этом знаю что он этот грех не делает точно сто процентов я говорю вы не обидитесь потому что вы вас совесть не обличает а вот то что я вам сказал вы почему обиделись потому что совесть мучает вас вот вы обидели с ним я значит я правильно сказал так ну еще и потом до этого еще он как бы за то что я там при храме с них чищу они мне там еду давали а тут значит так как я его обличил он это перестал мне сказал ему еду не давать Роман значит виделся а я говорил значит тому еще второму там который чистит которому давали еду и мне не дали а ему дали второму и я второму говорю о а меня больше любят потому что написано кого люблю того наказывают меня наказывают мне еду не дали вот я потом священнику рассказываю про это я говорю тому второму что я рассказал что меня больше любят здесь и вот так священник там зашел в храм и вынес мне сам лично из рук своих мне дал банку с едой горячей такая раз я сразу бога возблагодарил что у нас еще не все потеряно священник может еще обратиться кости слава господу богу нашим вот так многие священников покорились вере некоторые священников до виноват что вопросов если нет давайте помолимся поблагодарим бога поистине достойно прославлять тебя богородицы всегда блаженно и непорочно и матерь бога нашего ты достойно большей почести чем херувима и по славе своей несравненно выше серафимов ты без нарушения чистоты родила бога слово как истинный богородицу мы тебя величай виктор николаевич пусть помолится у него микрофона нету давайте другого анатолий пусть помолится дефицит молельщиков екатерина помолись славлю и благодарю господа моего иисуса христа слава святой троицы за сегодняшний день за сегодняшний благодатное занятие которое укрепляет вере наставляет помогает не только изучать писание но и поступать по писанию жить по писанию слове божию углубляться применять его к себе также помогает нам получать самим писанием помогать и нашим близким и детей воспитывает по слову божию благодарю за сегодняшний день за братьев и сестры во христе иисусе господи нашим чтобы нам господь отдал благодать и веры исполнены были пребывали мы в слое твоем познавали истину и истина это было не только на словах но и на деле нашим господи дай нам слышать голос духа твоего святого и жить в описании возродиться умножить и раскрыть наши таланты и быть не только на словах но и на деле не будь бесплодной смоковницей и приобрести ей добрых дел слава тебе господи благодарение за день за это занятие слава господу иисусу христу аминь и слава да я здесь написано покорились многие проверил я не 67 игорь ты не ушел нет позвони батюшки как-то тебе лучше будет и скажи чтобы не ездил такая пурга его повезут на санях там сугробы застрянет их человек потеряется кому надо скажи сходят храм за водой зачем ему ехать сюда все равно половина не придет из-за пурги а ему ехать надо и опасность на транспорте везде чтобы не ездил я-то только за ну вы знаете пускай кто-то из сестер позволит нет это не ярко авторитетно я несколько грубоватый как бы что-то не скажу что я просил тебя я просил я ему звонил не звонился позвони и скажи мы очень просим не езди кого-то могу сделать это могу с удовольствием плохо будет прям сейчас позвоню вот и все